Наш телеканал вновь встречает гостей. На этот раз редакцию ЛРТ посетили учащиеся столичной школы моделей Верона. Они окунулись в телезвенные закулисья, узнали, как создаются новостные сюжеты и даже попробовали себя в роли ведущего. Сейчас с вами будет работать съемочная группа и я. Меня зовут Екатерина Дегтярева, генеральный директор телеканала ЛРТ. Юристы, педагоги, спасатели и рабочие. Чтобы добавить в жизнь ярких красок, они посещают занятия и мастер-классы модельной школы. Их учат актерскому мастерству, помогают освободиться от комплексов и страхов. Теперь приобретенные знания они смогли применить на практике. Это серверное, это сердце, откуда все происходит. Заходим сюда. Здесь им рассказали, как формируют эфирную программу телеканала и показали, как режиссеры работают над выпуском новостей во время прямого эфира. Три, два, один, вошли. Здравствуйте, в эфире новости. Пока одна группа знакомится с тонкостями работы режиссеров монтажа, другие, слушая наставления телеведущего, работают в студии. Задание, на первый взгляд, предлагают выполнить несложное – прочитать текст по телесуфлёру. Здесь важно правильно расставить логические ударения и, конечно, справиться с волнением перед камерой. Протяженность магистрали около 7 километров. На стройке побывала съемочная площадка группа нашего телеканала. Татьяна Шилина перед камерой стоит в первый раз. Много лет работает в сфере торговли. Но попробовать себя в роли ведущей всегда было интересно. Сейчас так изменила жизнь и столько всего нового интересного. Всё хочется попробовать. Поэтому, собственно, мы здесь все собрались, смотрели, святая святых, так сказать, побывали. Очень интересно. В роли ведущего. Ну, немножечко, конечно, страшновато. Немножечко есть такой тремор в руках. Но, я думаю, всё пройдёт. Во время экскурсии гости пообщались с корреспондентами, узнали, как они готовят сюжеты, познакомились с работой операторов и услышали много интересных фактов из истории телеканала. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.